Ну и еще одна важная тема, которую никак же мимо не пройти, раз вы уже про аграрный бизнес-то заговорили. Вот премьер-министр недавно сказал, что пора продавать нам землю, вот время пришло. Вот что вы думаете по этому поводу? Вот вы, может быть, как человек, который, собственно, к аграриям имеете прямое отношение, может, они уже там просто говорят, дайте, дайте, мы все купим сейчас. Да. Смотрите, какая ситуация. Вот, например, вы работаете на земле, у вас есть договора аренды, вы знаете уже эту землю, все хорошо. По идее, наверное, если откроют рынок земли, то, ну, не 90%, ну, не 100%, но 90%, наверное, должны были бы купить землю те, кто на ней работают. Ну да, какое-то распределение. Справедливо, наверное, да. Ну, это не то, что справедливо. Справедливо для экономики, мне кажется, плохая категория, это эффективно. Потому что эти люди эту землю знают, они знают, что ну не делать, у них там уже есть техника, у них там уже правдами-неправдами есть какая-то инфраструктура, они более-менее эффективны. Я не говорю, что там не нужно обновление. Может быть, в 70% там земля должна остаться. Тут нужно смотреть, что будет, ну, как бы, нужно было бы считать внимательно, какой процент был бы эффективен. Что сейчас произойдет, если открыть рынок земли? В 90% случаев ее купят вовсе не те, кто ее обрабатывает. Почему? А потому что у производителей нет денег на то, чтобы ее купить, и взять их негде. Потому что кредитование сейчас по 30% годовых. Вы будете покупать землю по 30% годовых? И вы еще это кредитование по 30% идите, получите. А ведь земля, чтобы купить те объемы, которые я сейчас обрабатываю по аренде, нужно очень много денег. То есть это сильно превышает капитал, весь капитал, которым обладает тот или иной производитель. То есть получается, что кто сможет участвовать в рынке земли? Либо холдинги, у которых есть выход на международный рынок капитала, и которые смогут там взять деньги под низкий процент. Либо какие-то другие лица или компании, у которых просто есть свободные деньги. И это не аграрии. Это олигархи? Или кто эти люди? Олигархи, иностранцы, возможно. Если не запретят им, то через кого-то. В конце концов, горожане. Я ничего не имею против горожан, и сам горожан. Но просто ситуация в том, что запуская рынок земли, мы должны сделать так, чтобы у нас не упало производство. Чтобы у нас начался новый передел. Потому что когда начинается этот переход, когда тот, кто работал, должен уйти, кто-то на его место должен прийти, он еще там не работал, он ничего не знает и так далее. Это не приведет к росту сельхозпроизводства. А ведь цель-то реформы в чем? Чтобы стимулировать рост. Поэтому для того, чтобы сделать реформу, нужно решить целый комплекс проблем. И не просто сказать, мы открываем. Ну, открыли, да, и что? И на нас упал кирпич, и нас придавили. Нам нужно решить вопрос с финансированием. Нам нужно сделать так, чтобы реальный производитель, который работает на этой земле, мог получить дешевое финансирование под покупку земли. А значит, нам нужно разработать специальные механизмы для того, чтобы тот, кто дает эти деньги, был уверен, что если ему не выплатят, он эту землю заберет. Ведь парадокс в чем? И сможет перепродать. И что будет ликвидный рынок. То есть он реально сможет перепродать. Ведь парадокс в чем? Для того, чтобы вы получили дешевое финансирование, тот, кто его дает, должен понимать, что у него нет рисков, когда он вас финансирует. Что у него действительно есть залог. Что ему не придется тратиться на суды, для того, чтобы забрать то, что реально ему по залогу принадлежит. Что ему не придется тратиться на то, чтобы это продать. Что он это сможет легко продать. Что он будет ликвидный. Что он быстро получит свои деньги назад. Вот только обеспечив вот это все, мы можем получить дешевое финансирование. И это тоже еще не все условия, которые нужно сделать, чтобы получить дешевое финансирование. Нужно специальные инструменты разработать. Нужно, например, что-то вроде аграрных расписок, которые сейчас сделали на урожай, вот теперь на землю. То есть там большая работа. Нужно договориться о создании соответствующих фондов с институциональными инвесторами, как и БРД, Мировой банк, так далее, так далее. И вот создав всю эту систему, чтобы она стояла на старте, можно открывать рынок земли. И сколько нужно, чтобы создать такую систему? А это зависит, понимаете, можно это сделать за полгода. Можно это сделать за полгода. Можно, но для этого нужно туда инвестировать ресурсы, иметь политическую волю, иметь четкое видение, что ты это делаешь. И для чего? Ну, как бы, пока я этого не вижу. Больше того, вот есть, например, очень интересная идея, недавно о ней на Vox.ua писал группу авторов, включая Олега Невьевского, о том, что давайте мы будем открывать рынок земли не сразу во всей стране, а дадим право местным советам решать, запускать вот у них здесь, в этом районе рынок земли или нет. Это, на мой взгляд, очень правильный подход, потому что если мы, например, сразу открываем во всей стране рынок земли, что происходит? Появляется большое предложение, в отсутствии ресурсов спрос будет ограничен, и что это значит? Мы, значит, в очередной раз обманем своих техпайщиков, потому что цена на землю будет неадекватно низкая. Если мы его открываем постепенно, кусочками, то тогда предложение будет ниже, и цена установится на более высоком уровне. Мы ведь должны думать еще о людях, которым эта земля принадлежит сейчас. Да, многие из них хотят продать, но если мы ответственно к этому подходим, мы должны им дать возможность ее продать по адекватной цене. Больше того, когда вы открываете вот так постепенно, у вас появляется возможность посмотреть, а что происходит? Может быть, нужно что-то изменить в законодательстве, то есть время на то, чтобы что-то доработать. Там были и другие идеи о том, чтобы дать, например, местным советам право еще определять, и как рынок земли должен работать. Вот с этим я категорически не согласен, потому что если так поступить, то местные советы просто ограничат доступ на рынок земли для всех, кроме самих себя, для того, чтобы скупить ее как можно дешевле и без конкуренции. Вот этого, конечно, категорически нельзя допускать. Ну а разве в первом случае это не будет работать? Ведь многие же, на самом деле, ну давайте честно говорить, что во многих местных советах земля это же предмет всегда торга, манипуляции и все прочее. Представляете, если на местном совете, ну представьтесь, что окажутся всепорядочные люди, замечательные приказы. Не-не-не, ни в коем случае. А если нет, они определяют и знают, кому продать, какой кусок. Нет, один момент. Ситуация в следующем. Когда мы говорим, что местный совет получает право открыть рынок земли, так вот он получает право открыть рынок земли, и не более того. Земля имеет уже собственника. Я считаю, что нельзя давать ему право определять, как этот рынок земли должен работать. Это должно быть установлено как раз на национальном уровне, едином для всех, и достаточно открытым, чтобы человек, который владеет землей, практически большая часть земли находится у пайщиков, имеет конкретных физических лиц, собственников, чтобы он мог выбрать, кому ему эту землю продать по наиболее выгодной цене, наиболее выгодных условиях, если он вообще хочет ее продавать. Вот в этом логика. Поэтому, на мой взгляд, есть возможности для открытия рынка земли, потому что, по большому счету, например, если использовать эту схему, Верховная Рада даже на себя ответственность не берет за его открытие. Она говорит, вы на местах, сами решайте. Можем даже, например, пойти дальше, сказать, проводите референдум местный у себя. Вот будет у вас референдум, что вы открываете, окей, не будет, ну ждите, смотрите на соседей, которые сделали, и думайте, может вам тоже надо. Потому что, в конце концов, все поймут, что надо, потому что для собственников это выгодно. Ну, такой вопрос. Это одна из моделей, я просто привел ее как пример. Но, опять же, для того, чтобы сделать эту модель или какую-то другую модель, нужно иметь политическую волю и четкое видение, что мы хотим сделать. И при этом интерес в том, чтобы это работало на страну, а не искать там свой конкретный интерес. А вот как действовать в случае, если, ну, предположим, есть там у человека какой-то кусочек своей земли, да, и рынок открывается, и этот человек теперь должен выкупить эту землю? Нет, почему? Она ему принадлежит. Вот это очень важно. То есть эта земля ему принадлежит? Конечно. И он уже не обсуждает это. А если земля находится в аренде, вот, например? Один момент. Чтобы она находилась в аренде, вы должны у кого-то ее арендовать. Так. А значит, кому-то она принадлежит. Ну, вот, например, государству, если принадлежит. Ну, принадлежит государству, значит, принадлежит государству. Тогда, да, государство может и, наверное, должно продавать ее на аукционах. Но, опять же, подчеркиваю, на аукционах открытых, а не по конкурсу распределять, что вот мы такие условия установим, чтобы дать своим, да. Пускай покупает тот, кто больше заплатит государству. Потому что это деньги государства, на которые мы с вами можем финансировать медицину, здравоохранение, медицину, образование и так далее. Да, пенсии, в конце концов, платить. Ничего нет плохого в том, чтобы продать государственную землю по максимальной цене. Потому что это способ решить проблему вот того самого бюджетного дефицита, который нам с вами не дает сделать реформу. Ну, тогда второй вариант. Вот у нас есть, например, хозяйство, которое там арендовали землю на 25-30 лет. И если мы открываем рынок земли, то вот они должны сейчас ее выкупить у государства? Или они на том же самом аукционе? Вы же только что говорили, где же деньги-то взять? Основной объем земли арендуется у физических лиц, у пайщиков, не у государства. Да, у государства есть земля, но как бы основной игрок все-таки, слава богу, конкретные люди. Есть еще проблема так называемой выдумерлой спадщины, то есть люди умерли и никому землю не оставили в наследстве. Она там, кстати, достаточно серьезная. 5-10% может земельного фонда в районе быть вот в таком состоянии. Это, кстати, потому что рынка не было. Они бы не дожидались своей смерти, зная, что у них нет наследника, они бы продали. У них бы хотя бы деньги на лекарства были, позже бы умерли. Но, тем не менее, все-таки собственники есть. Теперь, если мы говорим об аренде, опять же, вопрос в том, что у нас должен действовать закон. Если у меня есть договор аренды, этот договор аренды, он был оформлен собственником с тем, который был. От того, что собственник сменился, договор аренды должен продолжать действовать. И в этом плане он тогда будет действовать до срока своего истечения на тех условиях, на которых он был заключен. Да, будет новый собственник, но договор аренды для него должен продолжать действовать. Другой вопрос, что, скорее всего, если этими собственниками станут отдельные, скажем так, олигархи, с соответствующей привычкой действовать, да, они, скорее всего, начнут через суды и так далее, ломать договор аренды, отменять в неправовой способ и так далее. Это, опять же, проблема того, что для того, чтобы открыть рынок земли, нам еще нужно решить проблему судебной системы. Для того, чтобы у нас судебная система не стала тем самым инструментом коррупционного передела земли, который опять позволит, несмотря на закон, дать не тому, кто просто может купить или имеет право, а тому, кому хочется или надо, или у кого есть деньги, или кто может коррумпировать судью.